А возле Стеллы Ладья развернулся Большой казачий праздник. Здесь встретили участников первого зимнего конного похода. Казаки преодолели 180 километров. С Днем Защитника Отечества всех мужчин поздравили и творческие коллективы города. А на берегу Волги реконструкторы восстановили два сражения. Времен Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной. Подробный репортаж подготовила Мария Акипова. Встроенную колонну казаков в Самаре встречает звон колоколов Софийского собора. Всадники преодолели неблизкий путь – 180 километров. К тому же верхом. Недаром говорят – казак без коня – сирота. Эти 10 смельчаков впервые отправились в поход зимой. Отряд стартовал 21 февраля из Борского. Село основали в 18 веке как казачью крепость. Путь всадников пролегал через Утёвку. Там они посетили храм Святой Троицы Живоначальный. А финишировали в День Защитника Отечества. Прямо к большому казачьему празднику, который развернулся у Стеллы Ладья. Шли прям по полям, как раньше шли казаки на войну. Маршрут был очень тяжелый, с учетом того, что потепление пошло резко. И снег стал оседать. Он был очень тяжелый, поэтому приходилось даже кони самих тащить. Кони проваливались по грудь. На большой сцене всех защитников Отечества поздравляют творческие коллективы города. Главные герои праздника – казаки. Всегда казаки стояли на страже рубежей России. Они раздвигали страну, осваивали новые территории, защищали их, обеспечивали торговую и экономическую деятельность на освоенных территориях. Это же самое касается и вот этих мест самарских. Хвостовики мин, фрагменты гранат и даже останки самолета Ил-2 времен Второй мировой, которые нашли под Самарой в апреле прошлого года. Поисковые отряды области отчитываются о проделанной работе. Это прежде всего для юношей и подростков, которым будет интересно потрогать. В нашем таловом регионе не так просто найти в музеях, но это будет за подстеклом, это будет как-то недоступно. Здесь же все жители города области могут прийти, могут посмотреть, подержать в руках. Работала и выставка оружия. А вот и легендарная казачья шашка. Она получила распространение после Кавказской войны. Оружие считалось символом удали казака и передавалось из поколения в поколение. А тем временем на берегу Волги громыхают стрелковые, вторит им и артиллерия. Здесь развернулись сразу два сражения. Правда, не настоящие, а по сценарию. Далекий 1812 год. Французы во главе с Наполеоном отступают под натиском русских войск и оставляют Москву. А вот уже передовой отряд Красной Армии атакует опорный пункт противника. Немцев не спасает даже пулемет МГ-34, который прозвали пилой Гитлера за его скорострельность. Мы занимаемся реконструкцией, соответственно, мы несем людям живую историю. То есть, все, что на нас надето, все, что вот сейчас вы увидите, все, все на самом деле примерно так и было. Каждый пуговица на мне, вот все, лента вот эта вот, она немецкая. А завершилось празднование грандиозным салютом. Мария Акимова, Александр Дудко, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.